всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале это не пиво это обычный квас он безалкогольный я подсела на него после своей примяшки мы с ней один раз купили этот квас и он мне настолько понравился что теперь я постоянно пью квас и так сегодня у нас с вами как вы уже понимаете мукпанк у нас здесь роллы я сейчас на сегодня не супер голодная но мне безумно захотелось роллы я решила заказать и снять для вас видео последний раз я кушала роллы без вас и решила это исправить здесь у нас мои любимые спайсы с креветкой здесь у меня волос если вы тоже кушайте то приятного аппетита вам чувствую что что-то не хватает вспомнила что забыла салфетки быстренько сбегала эти кстати роллы мне привез доставщик который не говорил на азербайджанском не говорил по-русски обычно у нас гастарбайтер это таджики но этот говорил на английском причем так относительно неплохо говорил на английском обычно те страны которые говорят на английском у них жизненный уровень куда выше чем у нас и зачем им приезжать на заработки возможно из палестина или откуда там у меня тоже английский такой уж хорошая я ему еле объяснила куда как что они так-то в основном по программе работают например тонкости этаж и все остальное нужно объяснять дело в том что у нас лифт работает по такой карточке подняться наверх курьер к сожалению не может поэтому каждый раз я спускаюсь вниз и мне нужно было это объяснить курьеру в любом случае люди приезжают на заработки не от хорошей жизни так что это нормально просто ему может попасть и клиент который вообще не говорит на английском пару раз мне такие таксисты попадались они тоже по приложению работают но если что-то захочу уточнить или спросить человек не говорит по-азербайджански кстати как я научилась говорить на азербайджанском нельзя у меня была подружка точнее это была соседка в деревне на счет уже замужем в деревне заметила такую тенденцию например две девочки дружат как только одна выходит замуж эта дружба как-то прекращается уже у каждого своя семья мы еще до того как она вышла замуж уже не особо общались то есть не было какой-то глобальные ссоры или еще чего-то мы были детьми и летом как-то вместе проводили время а потом как-то выросли я перестала приезжайте все дела она наоборот уехала в город и вот так вот произошло у нас я что-то хотела сказать опять забыла потеряла мысль как это вкусно девочки случайная доставка где один раз просто по скидке заказала роллы у меня знаете размер не такой же и большой но зато они безумно вкусные такой интересный вопрос рассматриваешь ли ты айка многоженство своей жизни мне кажется сейчас нет а девушек которые всерьез это воспринимают как модель жизни и так далее зачем это нужно даже те люди которые прям строго живут по шариату они тоже не особо за многоженство я в своей жизни только один раз видел многоженство у нас был сосед у которого жена к сожалению была бесплодна и жена сама я вам эту историю рассказывала и она сама настояла на том что давай ты женишься во второй раз и у тебя будет вторая жена то есть она сама захотела потому что именно она была бесплодна а у мужа все было нормально с этим в общем они нашли нашли молодую девчонку которая была сирота которая один раз вышла замужем негде было жить и так далее поютили в общем поженились она родила ему детей спустя некоторое время она начала ревновать первая жена начала ревновать мне это все бабушка рассказывала бабушка просто очень тесно с ними общалась бабушка рассказывала мне а я всему миру я вот один раз бабушки задала вопрос говорю вот ты бы в своей жизни позволила чтобы твой муж женился бы еще раз и даже моя бабушка человек которая выросла в ссср так скажем увидела войну очень близка к менталитету и все дела даже она считает что что это ненормально знаете еще очень удивительная вещь у меня бабушка еще говорила вот насчет геев она говорила что это не то что вот сейчас они появились бабушка всегда говорила что в их времена они тоже были то что сейчас люди говорят вот развелось их на самом деле не то что развелось просто люди перестали это скрывать перестали как бы этого стыдиться так скажем этот момент тоже для меня был удивителен что даже в те времена для себя многоженство не рассматриваю понятное дело но опять же если есть люди которым так нравится все они в этом браке счастливы почему бы нет мне как бы без разницы вот мне как бы без разницы вот эта дощечка потеряла свой прежний вид знаете почему в прошлый раз соевый соус разлился если кто помнит в общем забыла сразу протереть и вспомнила аж на следующий день и в общем соус въелся и появилось пятнышко следующий вопрос есть ли у вас удаленная работа кроме youtube сейчас единственный способ заработка для меня так скажем является youtube но учитывая тот момент что у меня на канале очень много видео которые постоянно крутятся естественно они приносят доход хочу ли я чем-то заниматься кроме youtube нет я наоборот хочу сфокусироваться на своем контенте и не тратить свое время абсолютно ни на что вот я ногти пошла сделала в салоне поближе вам вставлю очень красиво получилось настолько аккуратно быстро делает точнее не в салоне она делает на дому но делает безумно просто круто когда она снимала покрытие я абсолютно это не почувствовала то есть очень мне понравилось единственное она дизайны не особо умеет рисовать а я люблю дизайны я хочу нанять даже человека ассистент дал у меня даже на примете есть человек который бы с удовольствием этим занялся и он имеет опыт именно в монтаже что очень важно и вот человек чтобы конкретно этим занимался у меня нет времени идти еще куда-то работать если бы у меня была бы минутка свободного времени я бы чаще например контент снимал для вас на этом канале почти нету влогов так что ни желания ни возможности ни смысла идти на работу я для себя если честно не вижу по крайней мере пока что на данный этап своей жизни ну а так если в общем так взять мне бы очень хотелось быть ветеринаром если бы не youtube если бы дела шли плохо я бы с удовольствием отучилась бы и стала бы ветеринаром я очень люблю животных я очень люблю животных но самый перспективный на мой взгляд на нынешнее время это именно youtube чтобы никто на меня не обижался снимать контент и туда и сюда успевать и там и здесь лучше просто нанять человека который будет монтировать ролики хотя бы это здорово сэкономит мне время человек будет делать обложку писать описанием а я в это время буду пилить опять контент например свои бухгалтерские моменты я разгрузила на другого человека в общем я хочу максимально делегировать свои полномочия чтобы было больше времени во первых для себя во вторых для создания новых роликов на этом пожалуй все огромное спасибо что досмотрели это видео до конца роллы были действительно безумно просто вкусные не забывайте ставить лайки и подписываться всех люблю с вами была Айка пока